Информационный выпуск на ЭКС в студии Наталья Двуицына. Крымчане-зевастопольцы отмечают годовщину референдума. 16 марта 2014 жители полуострова сделали исторический шаг, четко определив свою позицию, хотим быть в составе России. Праздновать дату в Севастополе сегодня начали с автопробега под названием «Дорогами русской весны». Более 70 машин и около сотни автомобилистов проехали по всем районам города. Стартовала колонна от входа в национальный заповедник Херсонес-Таврический, а финальной точкой стала площадь Нахимова. Елена Корнаухова подробнее. В полдевятого утра у входа в национальный заповедник Херсонес-Таврический оживлённо. Под патриотическую музыку собираются участники автопробега. Идут последние приготовления. Флаги развешаны, российская символика расклеена. Нарядные автомобили в цветах триколора готовы к старту. Колонну открывают мотоциклисты. За байкерами следуют автомобилисты. Маршрут активистам предстоит большой. Они проедут по всем районам города – через Балаклаву и Сапунгору. Один из организаторов автопробега Михаил Ничек вспоминает. Год назад, 15 марта, члены самообороны провели автопробег по Севастополю, призывая горожан не бояться и приходить на референдум. А в 2015-м уже в России мероприятие проходит в праздничном ключе. И вот спустя год, ну уже не 15-го, а 16-го числа, мы решили как бы повторно совершить этот автопробег уже как бы символический, что мы сделали правильный выбор. У нас на одной из машин, если вы увидите, будет флаг. Все на референдум. Вот мы ехали тогда с такими флагами, мы взяли этот исторический флаг. Один из участников автопробега Алексей Бойко всем своим видом говорит – рад России. 16 марта для него настоящий праздник. Надеется, что такие автопробеги станут традиционными. Сегодня праздник для всех севастопольцев. Сегодняшний день – это как 2-й, 9-й мая для севастопольцев. События, которые были год назад, все переживали, всем было немножко даже страшно. Но мы победили, и я считаю, что теперь эта память будет вечной. Каждый год все севастопольцы будут собираться, ну и праздновать этот день, что мы освободились и вошли в состав России. Валентина Славченко во время «Русской весны» активно участвовала в жизни самообороны. На блокпостах бойцам готовила еду, а в день референдума была наблюдателем. Говорит, тогда люди сплотились. 16 марта прошлого года вспоминает с радостью. Сегодня для меня правда праздник. Вот внутри все просто от радости колотится. Мы счастливы жизни в России. Севастополь счастлив. У меня на всех сумках наклеено это. Я счастлива. С таким зарядом радости и позитива участники автопробега проехали через весь город. А завершился путь активистов спустя два часа на площади Нахимова. Здесь, размахивая флагами России, колонну встречали севастопольцы. Порядка 70 машин и сотни мотоциклистов прибыли в центр города, чтобы возложить к вечному огню цветы. Елена Корнохова, Деливер Меджитов, информационный канал «Севастополя». По прибытию автоколонны на площади Нахимова городские власти провели торжественный митинг. Вспоминали о событиях прошлой весны и поздравили горожан с годовщиной воссоединения с Россией. К мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов возложили цветы. Анна Козлова продолжит. Радость, ликование и вера в лучшее. Севастопольцы празднуют годовщину референдума. Русская весна объединила всех. Сегодня пришли на праздник, чтобы порадоваться и друг друга поздравить с праздником. Когда иностранцы или другие граждане спрашивают, Севастополь это Украина, всегда доказывали, нет, мы русский город, мы русский. Мы счастливы и рады, несмотря на трудности в связи с законодательством, документы, очереди, немножко ценные. Мы к любым трудностям готовы, лишь бы быть с родной страной. Вообще не пожалели, даже ни на грамм. Настроение отличное. Я блогер, освещал, делал репортажи постоянно с митингов. Чтобы в России люди видели, как город ведет себя, как люди себя ведут. 16 марта вахту на посту номер один несли ученики пятой гимназии. К этому дню готовились почти полтора месяца. Учились правильно маршировать, делать коленные преклонения и достойно стоять в карауле. Во-первых, мы себя уже чувствуем свободными в изъяснении наших мыслей. В школе другая программа стала, потому что при Украине история была очень неправильной и врала. А сейчас даже уровень жизни гораздо лучше стал. На табличках лозунги «В руках российский триколор». Утром городские власти организовали торжественный митинг. На нем побывали и члены городской избирательной комиссии. Ровно год назад, 16 марта, команда в составе 17 человек провела то самое судьбоносное голосование в Севастополе. От имени по поручению комиссии по проведению референдума в городе Севастополе, 6-16 марта 2014 года, поздравляю вас с первой годовщиной возвращения нас домой. Благодарим вас за доверие и заверяем, что мы служили, служим и будем служить для Севастополя. Участники митинга возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Городские власти поблагодарили жителей Севастополя за силу духа, единства и патриотизм. Есть проблемы, есть проблемы, но мы их решаем и будем решать. Но главное мы сделали, это самое главное. Это нас объединяет всех Севастополя, всех крымчан, всех россиян наших замечательных. Потому что поддержка их мы чувствовали год назад, очень сильная поддержка, за что им большая благодарность. Севастополь показывает пример, как надо объединять Россию под президентом. В народе события русской весны считают третьей обороной Севастополя. А случившиеся перемены многие называют чудом. Так считает и Александр Залдостанов. Члены его мотоклуба обеспечивали безопасность горожан в марте 2014-го. Когда только ты идешь к этой цели, отбрасывая все личное, отбрасывая все меркантильное, веришь в нее. Только вот тогда может свершиться чудо. И вот я стал свидетелем чуда. Реально, мысли материализовались. Мечта сбылась. Годовщину русской весны празднуют не только в Крыму. Жители Дагестана организовали флешмоб и другие развлекательные мероприятия. Правительство республики подчеркнуло, Россия и Крым навеки едины. Севастополь – это город славы. Севастополь – это город, на примере которого нужно военно-патриотическое воспитание проводить. Поэтому мы собираемся сюда отправлять молодежь, детей, чтобы они ознакомились с городом Севастополя. Его слава. В этом городе воевали тысячи дагестанцев. Из них 1100 дагестанцев погибли в Севастополе. 15 марта из Дагестана в Крым отправили гуманитарную помощь для дошкольных и средних учебных заведений. Уже сейчас машины на Керченской переправе. Правительство республики Дагестан пообещало и впредь способствовать развитию Крыма и Севастополя. Анна Козлова, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя. Годовщину референдума сегодня отмечали и спортивными мероприятиями. В Севастополе играли в регби. Дружескую встречу наших ребят и ростовчан провели в рамках патриотической акции «Родная гавань». Матч посетил лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. Перед игрой с севастопольцем он вручил памятные подарки. Какие знает Святослав Данилов. Спасибо вам, Александр Залдостанов! Члены всероссийского мотоклуба «Ночные волки» делают круг почета по стадиону перед предстоящей игрой. Они посетили рогбийный матч между севастопольской командой «Витязи» и клубом из Ростова-на-Дону «Импульс». Для наших спортсменов Александр Хирург Залдостанов сделал подарок – закупил комплект формы с цветами российского флага. Патриотизма футболкам добавляет изображение президента страны и надпись «За Путина». Гости из Ростова-на-Дону тоже не остались с пустыми руками. Им подарили мяч с автографом Алексея Чалова, а нашим регбистам вручили благодарственное письмо от имени губернатора Севастополя Сергея Миняйла. Нас поддержал губернатор города Сергей Иванович Миняйла, нас поддержал председатель ЗАГС Собрания Алексей Михайлович Чалый, который передал в подарок сувенир от города, мяч регби со своим автографом. Ребята ростовские очень довольны, подарили нам сувенир небольшой. Встреча «Витязя» и «Импульса» не только матч, посвященный годовщине Крымской весны. Это еще и попытка популяризировать регби в Севастополе, вывести его на новый уровень, определить силу местных игроков. Эта акция уже становится традиционной. Год назад, 15 марта в Симферополе, проходил регбийный матч между сборными командами клубов Крыма и сборными командами клубов Москвы. Мне на том матче тоже довелось поработать, поучаствовать, идея мне понравилась. И вот в этом году, будучи здесь в Севастополе, я как раз предпринял попытку провести нечто подобное в Севастополе. Что же касается товарищеской игры, хозяевам в самом начале удалось ошеломить импульс. Счет даже был 16-0. Товарищеская встреча завершилась уверенной победой севастопольских витязей над ростовчанами со счетом 32-18. И к другим новостям. Сегодня далеко не праздничный выговор. На аппаратном совещании получили чиновники, не выполняющие свои обязанности. Речь идет об уборке города и ликвидации несанкционированных свалок. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло отчитал департамент городского хозяйства. Подробности далее. Три невыполненных поручения и прощай кресла. Несправляющая с понедельника по пятницу, работаешь в субботу-воскресенье. На аппаратном совещании губернатор Севастополя Сергей Миняйло отменил выходные чиновникам, увиливающим от отработки поручений и обращений. Я здесь бываю и в субботу, и в воскресенье. Ряд должностных лиц бывает здесь со мной вместе. Находят время для того, чтобы работать. Все остальные почему-то считают, хотя есть неисполненные поручения, есть невыполненная работа, все остальные почему-то считают, что это нормально для вас выходные дни. Уважаемые друзья, если есть объем работы или фронт работы, работайте. И в субботу и в воскресенье. Тысячи несанкционированных свалок в Севастополе и отсутствие согласований между ведомствами. Работу, как и без действия коммунальщиков, скрыть невозможно. Результат их труда виден невооруженным глазом. Мусор либо скапливается, либо вывозится. Предоставить четкий план действий и немедленно приступить к реализации. Департаменту городского хозяйства губернатор поставил вполне выполнимую задачу. Дело осталось за малым – приложить усилия и все разгрести. Сегодня я остановился в 7.30, вышел из машины и с центрального кольца ушел в сторону. Вот на центральном кольце дворники убирают, в сторону вышел, в сторону прошел 100 метров. Ну, поднялся на приборок в район прокуратуры. Там уже никто из них не убирает. С пяти до девяти. Дальше дворники уходят во двор. Просто, может быть, по времени и совпало. В следующий раз я там остановлюсь и буду там стоять ждать до тех пор, пока не соберутся все руководители соответствующие. То есть компания, которая убирает во главе со своим руководителем, вы, там еще кто-то. Севприроднадзор провел порядка двух сотен проверок. Выписал 62 протокола и штрафов на сумму более 2 миллионов рублей. Даже вроде как промониторил все свалки и разработал федеральную программу по ликвидации. Правда, документ забыл предоставить в профильный департамент. Разработанная программа за счет федеральных средств планируется выделение на 2015 год порядка 18 миллионов рублей для проведения инвентаризации этих несанкционированных мест отходов, а именно их определения их объема класса опасности воздействия на окружающие средства для дальнейшей ликвидации. Какие меры приняты к этим свалкам? Установлены кто? Чьи это свалки? Кто? Виновник торжества? Вы не в отдельном государстве находитесь и не отдельной структурой. Понятно, да? Да. Первый вопрос. Подчеркиваю еще раз. Вы должны ежедневно работать с управлением контроля городского хозяйства по тем свалкам и нарушениям экологического законодательства, которое в городе творится. Второй вопрос. Это вот то, что сейчас было озвучено заместителем моим. А городское хозяйство, программу эту увидит, которую вы с кем-то согласовываете и куда-то отправляете. Зато с водой в городе все хорошо. Лучший показатель за последние три года. В Чернореченском водохранилище на сегодняшний день более 36 миллионов кубометров. Анна Малышко, Виталий Козловский. Информационный канал Севастополя. Телефон редакции 5541-22. Вся информация и самые свежие новости на нашем сайте. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин